во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком разбор выступлений патриарха алексея второго вопрос 2563 что могут сделать христиане для достижения этой цели пояснение от автора мира во всем мире отвечает патриарх алексей второй каждый христианин должен помнить что мира не будет всем мире если не будет его в душах наших скорбь и теснота всякой душе человека делающего злое и напротив слава и чести мир всякому делающему доброе говорит апостол павел послание крым 2 глава 9 10 стихи преподобный серафим саровский великий подвижник 19 века 250-летие со дня рождения которого мы недавно праздновали говорил стяжи мир дух мирный и тысячи вокруг тебя спасутся конец цитаты следуя заповедям господа нашего иисуса христа каждый человек способствует установлению как мира между религиями так и всеобщего мира конец цитирую отвечает игнатий лапкин да не может человек следовать заповедям христа пока он не родится свыше об этом патриарх ни слова не говорит нигде вывод только один что он сам не рожден свыше и потому этой радостью не может с другими поделиться чего же ради мертвый по природе человек будет следовать заповедям христа когда они небесны евангелие от матфея 12 глава 34 стих порождение ехиднины как вы можете говорить доброе будучи злы ибо от избытка сердца говорят уста конец цитаты слова серафима ложный нежизненный и нигде и никогда не были воплощены ни одним человеком они прямо противоречат писание иеговы салом 119 7 стих я мирен но только заговорю а не к войне конец цитаты апостолы несли мир как и христос а все погибли от рук тех кому они показывали свой мирный дух и христос не обещал что у мирных людей будут тысячи даже совершенно наоборот евангелие от она 15 глава 20 стих помните слово которое я сказал вам раб не больше господина своего если меня гнали будут гнать и вас если мое слово соблюдали будут соблюдать и ваши конец цитаты серафим ли не был мирный но получил обухом по голове едва остался жив где эти тысячи почему возле него не было кружка по изучению библии и умению вести миссионерскую работу он и сам не знал этого и только был свидетелем разложения россии не надо было ему придумывать игровую площадку со своими иорданями и голгофами а нужно было слушать христа идти в мир и проповедовать о любви божьей самому идти в мир а не мир поворачивать к своей хижинке там теперь его котелки на голову натягивают до сухариками пытаться накормить умерших от духовного голода в этом и есть серафимова неизбывная и великая вина книга пророка исаи 32 глава 17 18 стихи и делом правды будет мир и плод и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки тогда народ мой будет жить в обители мира и вселения безопасных и в покоящих блаженных конец цитаты только тогда будет безопасно душа когда с нею христос книга пророка языки или 3 4 глава 25 стих и заключу с ними завет мира и удалюсь земли лютых зверей так что безопасно будут жить в степях и спать в лесах конец цитаты а остальное словосочетание слов о мире и безопасности есть лишь доказательства что все идет к предназначенной скорой всеобщей погибели 1 фисалат никийцам 5 глава 3 стих ибо когда будут говорить мир и безопасность тогда внезапно постигнет их пагуба подобно как мука родами постигает имеющие в очеве и не избегнут постигнет их пагуба подобно как мука родами постигнет их пагуба и не избегнут